Ситуация сложная, с самого начала я об этом сказал. И я когда говорил о том, что пандемия связана с закрытием целого ряда производств, с ростом безработицы, со снижением уровня доходов, реальных располагаемых доходов населения, это не пустые слова, это не проходная вещь. Это говорит о том, что мы это видим. И понимаем. Всем привет, мои дорогие. Сегодня только хорошие новости в стиле пропаганды ТВ. Бедных в России стало меньше. Путинское правительство победило бедность. Об этом в ближайшее время вам, видимо, будут рассказывать по телевизору. На самом деле это просто фокус, который по традиции заключается. В чем ловкость рук и никакого мошенства, рассказываю. Накануне премьер Мишустин утвердил размер прожиточного минимума на 2021 год. Этот показатель составит 11 600 рублей. Ну, там, с копейками. Чтобы вы понимали, в 20-м году в ушедшем этот же показатель равнялся минимальному размеру оплаты трудам роту и был 12 300. Составлял. То есть, был 12 300, стал 11 600. Что произошло, дорогие мои? Есть вот эта вот черта прожиточного минимума. И те, кто находятся выше этой черты, они живут хорошо, богато. Они не бедные. И те, кто находятся выше этой черты, они находятся за чертой бедности. Сегодня у нас таких, по-моему, 27 миллионов человек. То есть, 12 300 было, 12 тысяч человек получал, он считался бедным. Теперь эту планочку опустили. До 11 600 человек по-прежнему получает 12 тысяч. Цены на все выросли, как вы сами понимаете. Но теперь он не бедный. Теперь он уже выше черты бедности. Но чем это хорошо? Это хорошо, опять же, для путинских отчетов. Выступать где-то с высоких трибунов. Видите, мы победили бедность. Бедных у нас станет, ну, я так подозреваю, на 5-7 миллионов человек меньше. То есть, это большое серьезное достижение. 7 миллионов человек бедных в России, как не бывало. Повторюсь, получал ты 12 тысяч рублей, считался еще год назад бедным. Все, теперь ты больше не бедный. И не важно, да, что, в принципе, жизнь твоя от этого никак не изменилась. Ты как жил на 350, сидел впроголодь, так и сидишь. Ну, вот эту вот планочку передвинули. Вообще классно. Самое главное, иметь, да, вот народ идиот. И когда народ ни в чем не разбирается и не хочет разбираться, это здорово. Рывки и прорывы вот так вот и получаются. Чем больше дебилов, тем больше рывков, с чем я вас и поздравляю. Ну, а думаю, еще аудитории хорошего дня. Вы сказали, что никогда не было так тяжело, как сейчас. Ну, было. В 2000 году за чертой бедности жило 29% населения, ниже прожиточного минимума. Почти треть страны. В 2000 году за чертой бедности жило 29% населения, ниже прожиточного минимума. В 2000 году за чертой бедности жило 29% населения, ниже прожиточного минимума.